Армянская пропаганда настолько безграмотна, что вызывает больше удивления, чем возмущения. Удивление тем, до какой степени Агитпроп уверен в убожестве и отсталости армян. Армянской аудитории регулярно подсовываются безумные фейки, и та толпой послушно следует за фейкометом, даже не пытаясь включить голову. Невозможно не поражаться такой неинформированности масс в Армении. Понятно. Стремление затоптать противника, то есть азербайджанцев, которому позорно проиграли войну. Понятно радость любой призрачной возможности сбросить с себя хотя бы часть вины за сотворенное зло. Но есть вещи, настолько явные и хорошо всем известные, что оперировать ими в целях пропаганды просто смешно. На днях один из одиозных армянских телеграм-каналов, предлагающий армянам особо вкусные фейки, попытался выдать фото Агдамской мечети времен оккупации за сегодняшнюю реальность. Эти фото уже много лет курсируют в сети и не раз использовались различными информационными ресурсами, в том числе зарубежными. Изображения являются доказательством вандализма армян, не только изуродовавших мечеть, но и устроивших в ней в период оккупации Агдама-Хлев. Так вот, админы канала выставили фотографии как постановочные, якобы специально сделанные азербайджанской стороной после освобождения Агдама, чтобы опорочить честное имя армян. Понять администрацию армянских телеграм-канализаций можно. Нельзя понять их подписчиков, которые принялись вопить и возмущаться. Это до какой степени нужно быть прокопченными пропагандой, чтобы не попробовать хотя бы прогуглить информацию. Если бы они это сделали, то увидели бы, что выложенные фото, сделанные в разгар армянской оккупации в 2007 году, они после 44-х дневной войны, и не раз прилагались к материалам СМИ. Это вандализм. Самый настоящий вандализм. Так поступали дикие язычники, когда захватывали Рим, уничтожали храмы, разбивали, превращали храмы неизвестно во что. Хорошо, пусть вы иной верой. Допустим, хорошо, вы христиане, мусульмане, но для мусульман это дом Божий. Зачем оскорблять их чувства? Для чего унижать их? Делать нечистое животное, свинью, заводить в мечети, делать там свинарник, а потом это исторические памятники. Мы здесь, в Азербайджане, храним наследие армян. Их древние рукописи сохраняем, их храмы сохраняем. Мы храним их наследие. А как поступает с нашим наследием? Азербайджанская аудитория информирована, в отличие от армянской. Мы не занимаемся самообманом. Вот в чем разница. Армяне изолированы от мира не только как государство, но и как общество. Наши соседи замкнулись в своем насыщенном ненавистью и страхом мирке и не желают за его пределы выходить. Поэтому, готовы верить всему.